Опасная тоталитарная секта Белое Братство, признанная одной из шести наиболее опасных в мире, возобновила свою деятельность на территории Латвии. Как рассказали Новый Ньюс в Латвийском комитете по борьбе с тоталитарными сектами, на протяжении всего дня поступали звонки от стревожных жителей страны. Многие помнят события ноября 1993 года, происходившие в Киеве, когда называющая себя живым богом Мария Деви Христос, настоящее имя Мария Цвигун, с несколькими сотнями адептов захватила Софийский собор и прилегающую к нему площадь. Сектанты пытались устроить конец света с массовыми безумствами и самоубийствами. Благодаря оперативной реакции киевской милиции жертв удалось избежать. Лидеры Белого Братства были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Итогом деятельности секты стали десятки тысяч разбитых судеб, бывших адептов и их близких. Многие люди лишились имущества и получили необратимые психические травмы. До киевских событий филиал опасной секты активно действовал на территории Латвии и насчитывал несколько десятков последователей. Латвийский комитет по борьбе с тоталитарными сектами начинает расследование с целью проверки информации о возобновлении деятельности Белого Братства. О результатах расследования мы будем вас информировать. Продолжение следует... Продолжение следует...